А теперь вы наберетесь терпения, выслушаете меня и не будете мне прерывать две минуты. Но я вас прошу, чтобы вы дали это, то, что я скажу, без купюр. Сможете это сделать? У вас хватит власти, чтобы дать это без купюр? Да. В Европе находится тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов. Не будем об этом забывать. Это что означает? Что вы оккупировали Германию или не отказались от оккупации Германии после Второй мировой войны, а только преобразовали оккупационные войска в войска НАТО? Можно ведь и так посмотреть. Мы же об этом не говорим. А если мы держим свои войска на нашей территории на границах с каким-то государством, вы считаете, что это уже преступление? Вот наши партнеры в Соединенных Штатах не скрывают, что поддерживали тех, кто выступал против президента Януковича. Прямо говорят. Некоторые прямо сказали, что чуть ли не несколько миллиардов выступают. Вы считаете, что Соединенные Штаты связаны со свержением Виктора Януковича, когда он был вынужден сбежать в Россию? Я знаю об этом точно. Откуда вам это известно? Очень просто, потому что люди, которые живут на Украине, у нас с ними тысяча совместных всяких контактов и тысяча связей. И мы знаем, кто, где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича, как их поддерживали, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах, и кто были эти инструкторы. Мы все знаем. Да, собственно говоря, наши партнеры, американские, этого уже не скрывают. Они прямо говорят, что да, мы поддерживали, готовили. Денега старались, какой-то называют, там, большие цифры, на пяти миллиардов, там, счет на миллиарды идет долларов. Поэтому здесь секрета-то нет. Никто с этим уже не спорит. Вы уважаете суверенитет Украины? Конечно. Но мы хотели бы, чтобы и другие страны поуважали, суверенитет других стран, в том числе и Украины. А уважать суверенитет, это значит не допускать государственных переворотов, антиконституционных действий и незаконного смещения легитимных властей. Вот этого абсолютно нельзя допускать. Нигде. Вот мы все говорим о необходимости сближения позиций, о необходимости интеграции в области экономики, в политической сфере. Вот прибалтийские страны, я уже упомянул, допустим, о том, что у нас в Советского Союза осталось общее энергоснабжение, энергосистема. Вот прибалтийские страны, они, естественно, входили в общую энергосистему Советского Союза. Теперь что делают? Все вроде говорят о сближении России, Евросоюза. Что на самом деле? На практике происходит. Теперь из общей системы энергоснабжения бывшего Советского Союза планируется вычленить прибалтийские государства и включить их в европейскую систему. Для нас это что означает? Что мы должны просто на практике. На практике это значит, что между нашими некоторыми областями Российской Федерации появляются зоны, где у нас не будет линии электропередач. Потому что раньше шло по кольцу через прибалтийские страны. И теперь мы должны будем заново, истратив миллиарды долларов, миллиарды долларов, заново строить эту систему. Так же, как и миллиарды долларов должны будут истратить наши европейские партнеры, чтобы включить прибалтийские страны в свое энергетическое кольцо. Зачем? Если мы действительно не на словах, а на деле стремимся к какой-то совместной работе и к интеграции, зачем это все делать? И так происходит по очень многим направлениям. Говорят одно, а делают на самом деле другое. Ну, а я исхожу из того, что это все проблемы роста, и в конечном итоге все-таки здравый смысл. Если не здесь, то по другим вещам будет торжествовать. А все мы заинтересованы в том, чтобы развиваться открыто, без всякого предубеждения. Прибалтийские страны, в том числе, может быть, в первую очередь, и для них это важнее, чем для самой России. Ну вот, скажем, одна из этих стран – Литва. Там еще в советское время, знаете, сколько населения было? 3 миллиона 400 тысяч человек. Небольшая страна, небольшая республика. 3.4 миллиона человек. А сейчас? А сейчас, вот я посмотрел справки последние, миллион 400. Где люди? Да, в этой стране. Больше половины граждан покинули страну. Вы представляете, если бы больше половины американцев выехали с территории Соединенных Штатов? Катастрофа. Я действительно сказал, что считаю распад Советского Союза огромной трагедией XX века. Знаете почему? Прежде всего потому, что в одночасье за границами Российской Федерации оказались 25 миллионов русских людей. Вот они жили в рамках единого государства. И всегда традиционно Советский Союз назывался Россия, Советская Россия. Но это и была большая Россия. Потом неожиданно состоялся развал Советского Союза за ночь, по сути. Так? И оказалось, что в бывших республиках Советского Союза проживают люди, русские люди, в количестве 25 миллионов человек. Они жили во единой стране, вдруг оказались за границей. Представляете, сколько проблем возникло? Во-первых, бытовые вопросы, разъединение семей, экономические проблемы, социальные проблемы. Просто не перечислить всё. А вы считаете это нормально, что 25 миллионов человек, русских людей, оказались вдруг за границей? Русские оказались самой большой, разделённой нацией в мире сегодня. Это не проблема. Для вас нет. А для меня проблема. Вы были президентом, премьер-министром, опять президентом. Как долго вы хотите находиться у власти? И что бы вы хотели оставить после себя? Это первый вопрос. Как долгое зависит от двух обстоятельств. Первое, безусловно. Есть правила, предусмотренные конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Но я не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире, ну и от моих собственных настроений. А какой бы вы хотели оставить после себя Россию? Россия должна быть эффективной, конкурентоспособной, с устойчивой экономикой, с развитой социальной и политической системой. Гибкой к изменениям внутри страны и вокруг нее. И она должна играть главную роль в мире? Она должна быть конкурентоспособной, как я сказал. Должна быть в состоянии защитить свои интересы и влиять на те процессы, которые представляют для нее значение. Многие говорят, что вы всемогущий человек. Что вы можете получить все, что захотите. Так чего вы хотите? Скажите Америке и миру, чего хочет Владимир Путин? Я хочу, чтобы Россия была такой, какой я сейчас ее описал. Вот это самое главное мое желание. И чтобы люди здесь были счастливы. А наши партнеры во всем мире хотели и стремились бы развивать отношения с Россией. Спасибо. Большое спасибо. Было очень приятно.